Тогда я здесь. Насколько я помню. И вроде как две игры. В 17 сет и в 20 сет. Да, вот что-то в этом духе. Сейчас я быстренько открываемся. Ща, 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 ща. Какое сегодня число? 22. В 18 сет вот Liquid Fnatic. Переверить, значит. Да, да. И в 20 сет RockSkiss Dignitas. Как-то странно, да. Но ничего странного. Ну да, почему такой перерыв? Или там было три? Ну там было три, да. Да, но тут второй вопрос тогда. Почему такой перерыв? Вот, и я же о чем. Ну ладно, там разберемся, короче. Это не так критично. Они 2-0-2-0 быстро отыграют, и все будет хорошо. Dread, я думаю, Dignitas быстро раскатает во второй игре. Да, и потом. Там две игры по 15 минут. Так, у нас тут что-то происходит. Не загрузился, фу. Да, фу-фу-фу-фу. Так, крестик. Ты меня научил, кстати, набивать. Крестик, да, крестик, и все. И ты в лобби. У меня есть, кстати, билет, а у тебя нет. Да, потому что я сижу с Вилата аккаунта. Ну я в 100 раз, кстати, к Вилату зашел, билет получил и ушел. Очень грамотно. Протащил бы экстримчика. Так, всех попротаскиваем, да. Ребята, если сегодня анонсируют Blizzard Dota, вы будете в нее играть? Какая Blizzard Dota? Вообще че? Нафиг она вообще нужна? А че поиграть за этого? За Керриган? Ну, например. Не, за Керриган и Саркапти можно поиграть. Я бы за Зератула, например, поиграл. Фрастмор жаждет крови. Ну это тоже неплохо. Ну вообще... Вообще... Вторая минута, а у тебя трон собачки рашит. Да, да. Прикольно. Не очень так играть. Шестой пул и поехали. За Рошану базу поставить, там не видно. Да, да, да. Прокси-бараки на Рошане. Поехали. Дропы, дропы, дропы пошли. И то это там не Рошан, а кто же это может быть там у них? Кто такой большой и страшный? Смертокрыл. Точно, точно, точно. Чего ты смотришь на Рошана, когда говоришь о Смертокрыле? Так. Что тут, все загрузились? Да, есть же ж. А почему удочка у Релимина? Ты знаешь? Нет, но на флаге она смотрится хорошо. Нет, на флаге рак наш смотрелся хорошо на ставкапе, это точно. Тут заехал вопрос. Ты проснешься в воскресенье? На сколько там? Восемь сет? Да, у меня есть квест. Надо проснуться. Я правда не уверен... Суббота вроде по желанию. Я правда не уверен, что я буду спать, потому что геймпад до сих пор как бы... Манит. Манит. Не, причем такое толково именно подарил товарищ геймпад. Спасибо ему большое, конечно. Так, и пока у нас в пике... Вот часто-часто стали спрашивать, что за питерское проклятие. Можешь объяснить людям? Питерцы ничего никогда не выигрывали. Почти. Топ-2, топ-3, но там в Киеве никогда топ-1 они не брали. Да, да, именно так. В Киеве топ-1, Питер не брал. Питер, ты прям обозвал так. Не, ну так-то ПГГ вроде асусть брал. Ну а ПГГ он же... Ну сейчас-то в Питере. А, сейчас-то не выигрывает, справедливо. Ха-ха-ха. Все логично, то есть. Год один раз выиграл. В Китчап, в Китае. Ну вот видишь, что... А потом проклятие добралось за Китая, и у них топ-2, топ-2. Тоже не могут уже выиграть ничего. Вообще проблема. Это отличная, кстати, тема. Взяли, кикнули чувака из Питера, и все нормально. Так, я говорю, поэтому сам только кик киллыч. Что вы там, Питерец. Верс Про без нави хотят очень сильно забрать топ-1 на финалах. Так. Тут подсказывает нам Близзард, Олд Стар, слово Дота Швальв засудили. Но это да, да, есть такая тема. Боже, я вот представляю, как сейчас Близзарды обломятся, когда их вот это Олд Старс нафиг никому нужна не будет. У меня есть знакомый один, который в нее играет, вот в эту бету. Нет, в бету я играл, когда она еще была чуть ли не при, даже не бета, а при альфа там она была когда-то, я еще в нее играл. Да, но такое, короче, мне не очень доставило. Мне сама стилистика просто Старкрафта не нравится, вот в чем дело. Я помню, просто ЦНС в рот играл, тоже нормально. Это вообще беда. Самый вообще провальный провал. Вообще, я бы сказал, что этот год Иллидана. Nike's first pick'em, который раз. То есть Иллидан донес мысль, да? Донес, наконец-то, да, еще через года пронеслась. Да, друзья, если кто не знает, Иллидан фанат просто Nike's. Собственно, из-за этого он стал играть с ЦНС не пару лет, ну, не на пару лет раньше, из-за того, что он задолбал его рассказом. О том, какой классный Nike's. Какой Nike's классный, да. Ну вот, видишь, все-таки достучался. Да, да, да. Я бы не сказал, что это хорошо, потому что Nike's такой герой нифига не веселый. Вот Тускара берешь, он и вкатит, и закинет, и замедляет, и такой бегает, валрус-панч налево-направо, а Nike's, вот что он? Бесполезный вообще. Вообще, скотина такая, на крипа похож. Я, кстати, вспомнил по поводу Тускара, как Дота Синема тестили Battle Fury на нем. Ох, как это было больно. Просто минус пять с валрус-пунча. Я вчера там 2000 критовал. Это хорошая, да, штука. Так, у нас уже какие-то прогнозисты забрались, надо банить. Ну я понял, ты слово плейлист занес. Я вообще все возможные вариации слова плейлист, там, слов вообще всех плохих уже занес в бан-лист на Твиче, поэтому их нельзя написать, слава богу. Их нельзя написать, или когда ты их пишешь, они не поражаются, и ты уходишь в бан? Вот лучше, чтобы в бан люди уходят. Надо сделать автобан вообще для слова плейлист, как ты считаешь? Нормально. Ну, кстати, вот эта система, что можно какое-нибудь слово убрать, это очень круто. Ну это реально очень классно. Ну, модераторов такой фигни нету, поэтому ждем. Пишут, Близзарды не обломятся. Да, они уже обломались один раз, так что им уже хватило. Да, уже доту не отсудили название. Да, раньше надо было думать. И игроков тоже не отсудят. Мне вроде Фрог предлагал свою кандидатуру. Не, ну вот смотри, с Диаблой 3 они пролетели, грубо говоря. Ну как, игра, да, она раскупилась, но в результате она... Но с четвертой частью эта фигня уже не покатит. Да, 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 то есть это факт. То есть доверие потеряли? Да, доверие потеряли, это раз. На Диабле 3. То есть то, что вот там доту они упустили, это уже как бы два. То есть у них сейчас реально... Если бы они доту, если бы они Диабла довели до ума, они бы сейчас были просто бест организация ever. То есть у них там пол этого было, полмира под Старкрафтом, полмира под Дотой. То есть а все остальное, как бы это такое дело. Выкупают КС и делают Лос Викингс 2. В лучших традициях этих всяких вот 2D-шных слэшеров. Ну да, да. И в конце Бэтмен. Бэтмен. Бэтмен! Это собака такая забавная, как на Бэтмен назвала, я помню. Прикольное видео. Можете так и написать на Ютубе. Собака зовет Бэтмена. Там маленький моб с такой. Зовет Бэтмена. Да, да. Пишут, Вичи Гейминг только красавчиков пикают. Ну да, в принципе. Найкс, Шадоу, Демонс, Сент Кинг. Кто из таких еще красавчиков? Зо Зубастики. Да, да, кто еще из таких остался? Так, обучение. Визидж, Дистроер, Сларк. О, Сларка можно, да, тоже такой няшный. Но Сларка вроде нет в ЦМе. Найт Сталкер. Какие-то вообще опасные у них пики. И опять Зубастик. Знаешь, я тут Нави ставил. То есть они там пикают пять пушкарей, там пять ракет. А эти пикают Зубастиков. И неплохо, что у них получается. Тут Фуриону просто некогда будет прилететь. Ты приходишь, Шадоу, Демон, Сент Кингом, тебя убивают. Ласт Силер тебя убивает. Найт Сталкер тебя убивает. С Клопой та же фигня. Разве что убринтиться может. Мы только что с Экстримчиком развели людей просто на 10 или 20 банов. Я сказал, что я забанил слово плейлист. Все написали плейлист, и мы всех побанили. Мы такие тролли. Блин, мне просто страшно. Главное по-тихому. Да-да-да. Смотри, короче, у Вица Гейминг четыре милишника, и Релимин сами забанены, что Багнуса, что ДС. Зато забрали виска, это виска говорю. Виспа Хауст Найта. Понимаешь, Russian Wisp, как тебе? Круто. Вот Russian Wisp я уже хочу посмотреть. Кстати, почему-то его убрали с пика. В смысле? В первой игре. Ну, в первой игре он сидел на синем слоте, в ЭДК. Видимо, проштрафился. Не знаю, правда, каким образом он... А, слышишь, нет, сейчас сидит, все норм. Чуть плохо отобразилось. Не проштрафился. Все нормально, да. Так, пёс войны сидит. Кстати, на ультра пёс выглядит неплохо. У него просмотрены игры всего 21. Ну, у меня, кстати, вот Ана, сколько у Вилата игр просмотрены, пока на его аккаунте сижу, можно себе шмотки поперекидывать. Худы там все, остальное забрать. Да, 109 игр у него просмотрено. Красавчик. Да, я не знаю, правда, сколько у меня. Вроде как 2 или 3 было отменено. То есть должно быть около 117. Не, вообще, вводов, вот сейчас бы посмотреть на Ютубе, там канал Dota SLTV, там плейлист, там тупо весь пятый сезон в плейлисте загнан. Там то ли 113, то ли 114 вводов. То есть там где-то один, может быть, где-то потерялся, да, там, или поломался. Один или два даже, я помню, там Twitch, там то ли плохо порезал, то ли Local мы тогда плохо порезали. Короче, они куда-то делись. Ну и да, там тех лузов было несколько, ближе к концу сезона. Их там уже порядочное количество накопилось. Ну так, с плейлистами теперь, да, вот-вот, говорит, что 6 видосов. Ну вот, в любом случае, 114 матчей. Надо было посмотреть. Да, можете пересмотреть быстро. Такой, знаешь, поставил плейлист на там, воспроизвести все. И там на месяц ушел куда-то все. Нормально. Да, тем месяц, две недели все посмотрел. А спать когда? Ты для лохов. Это все для неудачников. Можно спать и смотреть. Т-утка на Форионе. Ну хорошо. В миде мне очень интересно. Вот Сандиаго против Юми Кампаку или Канпаку, не знаю. Причем сначала, когда он зашел... Я знаю, это Юми Копраки. Точно. Кампаки. Ну ладно, не в сути. Я к тому говорю, что вначале он зашел, он был с Тендином. Просили заменить на... Кланнейм. Это реально Копраки написано, понимаешь? Оп. Раки. Смотри, в миду какая атака. Прячет, и она блин качает в инвизе. В инвизе, в Астралии. И приходит БХ и уходит в БХ. Отличный ганг получился. Ну а Висп стоит, чает Икспу, Хаос Найт, Хаос Найт стоит, фармит крипов. Все хорошо. То есть на топе никаких проблем нету, внизу никаких проблем ни у кого нету. Я думаю... Висп уже отводить может, больше опыта получит. Это понятно, что если Висп будет отводить, то он... Слушай, сварю котла Жарая. Он пытается фармить крипов, а там два хиллера. А, да-да-да. Я не там. Ужима на кости, он не справится, слушай. Это Жарая. У него реально кончилась мана. Он сейчас руки там подобивает, я думаю. В том-то дело, что они хилляют очень неслабо. 15 здоровья в секунду, то есть ему... Надо давать тычку быстрее, чем они три раза похилят. Надо... Мом нужен котлу, я считаю. Тогда будет успех. Бедный котел. Его реально жалко. Да. С два спауна, которых он хрен фарманит когда. Ну, короче, я реквестирую то, что тут Феррусблана минуты до десятой, наверное, не будет. Ну, или пока Висп там себе шестой не наберет. Такое. Могут в мид сходить скорпионы, что-то делаем прямо сейчас с маком. Да, а вообще можно делать все. Что угодно можно делать, но мне что-то кажется, никто ничего делать не будет. Они тут тупо будут стоять и фармить. Нам же не мешают, почему бы и нет. Живить. Пиши, человек, у меня 124 игры просмотрено, не обузил. Из 120 матчей. Не, ну у нас же еще РДЛ был, да. Да-да-да, был какой-то турнир, который по билету Старладера показывался. А, и Ставкап еще, вот говорят, тоже по билету был. Так что можно было добить. Да-да, можно было наобузить. Точно. Вот ты говоришь, парень просто сидел и смотрел. Не обузил. Да-да, слушай. Не, я тоже, кстати, не обузил. Я вот сидел и смотрел. Это андроид, помню, заходит. 457 игр. Ну кому это надо? Вот, смотри, сейчас поймали товарища КТТ, и это будет First Blood. Забирает его. И тем временем в центр заходит. В смаке, готовится. Так, выходит сюда демон, прячет. Эээ, что? Вроде бы неплохо, но времени же не хватит. Ну хотя бы анарха, смотри, полетел. Да, 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 да. И еще тычка минус. 1-1 на First Blood забрали Релемин. Shadow Demon вообще какой-то, я не знаю, перепуганный. Квапу прячут. Как-то странно, да, можно было... Побить, побить ее подкопать, побить и убить до того, как она свалит. Да в том-то и дело. А Shadow Demon решил, что не-не-не, надо дать ей фору. Надо, чтобы она пожела немножко. Кстати, у Т-утки вот сейчас линию подпушил Найкс. И опыта должен тут Фурион вообще отлично получить. Смотри, два рейнджовых крипа. Куча милишников. Так что я думаю, он сейчас тут чуть ли не четвертый будет. Да, так, хорошо. Крипов только еще бы добивала эта Т-утка. Было бы вообще хорошо. Фенрир делает... А что у него не получилось сделать много спаун? Странно. Так, ну и первая ночь будет у нас через полторы минуты. Примерно. И ХТТ с дабл дэмэджем. Не убьют. Квапа пока не вылазит. Если она выйдет только далеко, то убьют. Но она знает, что нету в БХ, потому что там, смотри, стоит и видит, что он не подходит получать опыт. Хаус Найт себе купил Физы. Будет растекать. Явно что-то знает Хаус Найт. Я бы ПТ купил. Не думаю. Я бы тоже купил ПТ. Все-таки у него такая скорость атаки, что и 24 урона не зарешают. Но у него скорость атаки, ее даже скоростью нельзя назвать. 1.37. Блин, полторы секунды почти на один удар уходит. Может он МОН дальше будет собирать, как ты думаешь? И поэтому говорит, надо Физы. Да маловероятно. А вдруг? Я Шуманту. И Атак Спида, и Скорость Бега. Не, ну понимаешь, да, если брать упор на Лейт, то можно и Физы покупать. Потому что ты думаешь, у тебя там Кираса, будет Яша, там Монта какая-то. Нет, я к чему говорю, что вот у них Найкс, он нифига не сплэшер. И Балнар нифига не сплэшер. То есть, когда там будет много иллюзий, их не успеют убить. А иллюзию Хаус Найта, они же 100% урона получают, нет? Получают 200 вроде бы. Ну, не суть, все равно, то есть их тяжело убить. Да, вот, тейк дабл дэмэдж, но бьют 100%. А то в любом случае, типа, дабл дэмэдж, это там не 350, как у Фантом Лансера, которые вообще ватные. А двойной урон по иллюзии, это, ну, не так уж и много, потому что он в любом случае будет жирный, у него там будет 2500-3000 хп со всякими тарасками и прочей фигнёй. И, ну, их не будут убивать действительно очень быстро, они будут нарезать очень-очень-очень сильно. Смотри, на боттом лейне сейчас выходят Финрир и Фу на Т-утку. Хватит ли дэмэджа его убить до телепорта? С Найкса, наверное, хватит. Да, тут и телепорт вряд ли получится сделать, всё-таки два, скажем так, стана, ну, дизейбл, по крайней мере. Ну, в смысле, то есть он у тебя начинает бежать под Т-2 тавер, если он убегает, то есть ты должен его ловить, уже один дизейбл тратишь. И вот... Вот. Вот, ну всё, теперь он точно умирает, потому что Найкс подошёл. Так, есть телепорт от кого? От Квапы. От Квапы, ну Квапа сейчас тут тоже, кстати, может отъехать, нет, забирает Синдинга. Да. Ещё утпешивается. Догонит Найкс? Тоже с фейзами? Нет, не догоняет. Ух, какой хитрый Найкс, ты посмотри вообще, что он делает. Смотри, Квапе сарили ману, ещё отпил это ботлом. Можно прыгать и пивать, фу. Да, надо же на Шаду Демон. Осторожно. А, там Баланар прибежал, смотри, Сайленс на Квапу, ВОИТ! И минус Квап. Ночью не видела она его, поэтому... Так и вордов просто нету, понимаешь? Вот седьмая минута, это та самая подлая минута, когда... Так вот они стали просто драться, когда... Мне бы время сходить и поставить. Да, так понимаешь? То есть тут как раз такой... На топе, на топе сейчас, смотри. Ой, ещё и на топе ловят, товарища. Я не знаю, что с Виспом, но он почему-то порвался. Тизер. Сквизер у него порвался. Ну я не знаю, что у него порвался, но просто он его сделал, и почему-то оно отменилось. Так, подходит Скорпион, и это минус. И он умирает, да. Висп умирает. Ну вот так вот Висп уговорил. Наверное, Фурион тоже. О, так уединился. Как он плохо это сделал. Да, Фурион умрёт. Да, у Фенрира второй подков, там вот хватает уже рейнджа, он сейчас спокойненько должен... Зачем тратить ману? Как это? Зачем тратить ману? Стилить нужно! Это же Г1 лига, это Китай. Да неопытный просто товарищ, блин. Я б там уже догон собирал на Санкинге. Да, вот как раз я хотел сказать тогда по поводу этой седьмой минуты, то, что и ворды пропадают, и ночью Баланара. И, то есть, ты вообще и заменить боишься сбегать, потому что где-то сейчас будет пробегать эта здравенная фигня, которая даёт тебе 300 дэмэджа свой до сперва, 335. То есть, ещё и руками тебя неплохо нарезает. Хотя, слушаю, Баланара пока только вот ПТ, Боттл, Гриджин и Ван, то есть там даже ни фейзов, ни ПТ нету. Так что, такой ещё не особо страшный. Ну, я думаю, это... Ну, как сказать? Ну, для того же Фуриона, там, или Виспа, да, или Котла даже. Котла или Квапы. Нет, ну Квапа... Того 45 он страшный. Квапа такое, на самом деле. У него есть сайленс, поэтому тоже ей очень страшно. Так, а что он, там, первого уровня у него сайленс, да, сколько, 5 секунд вроде бы? Всего 5, подумаешь. Нет, так он, типа, даёт воид и, там, 3 удара с руки, как бы, всё. То есть, он второй раз воид не успеет дать. Да, то потом она блинкается. Вот ещё один воид, потому что у неё 350 мус-пи, да, у него 431. А тут уже надо использовать рельеф, как бы, это ж такое дело. Ну, то есть, он заведомо сильнее, если нет рельефа. Ну, блин, так можно тогда и говорить, типа, го, ПВП, там, на руне и так далее. То есть, то же самое. Раньше это работало. Всё, смотри, вот Квапу будут забирать, причём, нет, кстати, Баунтихантер одного крипа не хватает до трека, но нужно уже. Всё, вот этот трек. Да, есть трек. Виск кончается, пошёл обновлять, и мана у него нету, вот, Крассботл прилетает. Его видели, там Вард стоит, который его видел на ХГ, вот когда поднимался. А, пик у кого-то большой, ну-ка, мы можем проверить. Роман, что у тебя с пингой-то? А что у меня с пингой? Она очень большая. Я слишком крут. Пинг. У Т-утки 1000 пинг. У меня нормальный, кстати, ещё относительно. 467 пойдёт. У меня 277. Такое. Ты видел, как у утки, не утки, а у жабы лапа дёргается? Да, круто. Обожаю жаб. На это можно смотреть бесконечно, кажется. Сейчас я так поставлю, чтобы поближе. Десятичасовая версия. Десятичасовая версия. Надо ещё модочку ставить, когда лягушка летит на ракете. Да, 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 да. Не, она прикольно лапами машет, когда умирает. Она лежит на спине и лапами дёргает, это вообще жесть. Всё, я просто залип. Так, ладно, пойду пока почитаю, что нам пишут в чате. Вот тоже говорят, да, это не Диабло, поиграл там, всё. Ну, я реально, я тоже типа раз прошёл и всё. Второй раз прошёл тупо из-за того, что было нечем заняться. Первый раз прошёл, второй раз. Второй раз по приколу. Не, ну реально второй раз типа прошёл, вот просто там, играя по часу, по полчаса, когда было тупо нечем заняться, хотелось побегать там, как-то оторваться, пофармить. Она проходится вот часа за три-четыре. Изич. Если тупо пробегать, да. Это если первый раз играть, если первый раз играть. Не, если пробегать её тупо на скорость, то можно, да, очень-очень быстро её пройти. Можно просить открывать сериапорты и пройти ещё быстрее. На всех ключевых боссов. Там же даже ачивки были. Пройти там за 12 часов, за 6 часов. Там за час нету ачивки. Не знаю, я до неё не дошёл. Не понравилось мне, короче. Да, друзья, кстати, выяснили мы, в чём там могут быть проблемы лагов. Это, скорее всего, твич, потому что при выборе серверов есть там 10 франкфуртских и всё. То есть, так что, скорее всего, это где-то у них там какие-то сейчас тёрки. Не обращайте внимания. Это пройдёт. Можете всегда нажать на ключик под стримом и написать саппорт твич. Да, кстати, вот это реально работает. То есть, если сейчас там все организованы, у кого лагает, вместо того, чтобы писать в чате лаги, тупо нажмут на ключик, там видео спайкает, там как-то есть же куча разных причин на выбор, то это будет намного полезнее. То есть, допустим, вводите надписи, что у вас работает звук на ура, но лагает картинка. Отправляете. Да, да, там есть такая функция. И когда бы, если будет много заявок, твич моментально отреагирует и что-нибудь с этим придумывает. Кроме, раньше работало. Понимаешь, у меня сейчас на одном мониторе жабала подёргает, на втором мониторе. Жабодёр. Роман Жабодёр. Да. Я тебя переименовал, извини. I'm sexy and I know it. Роман Жабодёр. Окей. Круто. А что у него глаза не дёргаются? Что за фигня? Что за баги? Что ты делаешь? Ты смотришь стрим? Да, харлим шейк там. Ага. Он тебя как задорнее дёргает, чем у меня. У меня 60 фпс просто. Ага, ну у меня 20. Справедливо. Так он был анар за ней в погоне. Мне нравятся порой такие провокаторы, знаешь, заходят в чат доты и спрашивают, а лол лучше, чем D2? И сейчас по-любому такой холивар начнётся часа на полтора. Ну или не начнётся, смотри, как забанить. Да, кстати, можно очень быстро забанить. И он ещё, понимаешь, знак вопроса, типа, написал лишний. Однозначно забанить надо. Блин, я с жабы увёл. Нет-нет-нет, с жабы нельзя выводить курсор. О, вот так вообще шикарно. Пипец, я ракурс выбрал. Гениальный. Так, у нас чувак reconnected to the game. Ну, а всё равно, пока он не начал, хотел бы передать здоровенный предмет. Предмет, привет. Предмет. Александр Корнеев, который меня спаивает каждый раз. То он давно просит. Ну, вот, кстати, пока тут в чате общаются по поводу доту прошёл. Да ведь с туториалами новыми всё может быть. Не дашь, когда ведут варлоков в доту 2. Эх, не, варлоки было бы, кстати, неплохо. Да, всякие Tower Defense, например. Вот есть несколько карт, которые реально достойны того, чтобы импортировать их в доту 2. Естественно, есть. Их порядочное даже количество. Штук 20 я назову. Да, понимаешь, там много просто жанров этих карт. И действительно, там в каждом из них можно найти по одной-две. Совершенно случайно. Ты не успел поиграть в The Kingdom of Cullerone? Нет. Это прототип Вова в Варкрафте. Офигенный. Интересно. Просто нереальный фиген. Есть даже мафия, сделанная в Варкрафте 3. Да ладно. Да, называется как там астральный убийца. То есть один астральный убийца, есть два плана, астралы, реальный мир. И там бегаешь, там собираешь какой-нибудь порох, кладёшь его на яд. Прибегает убийца, забирает яд, взрывается порох. Ну, весело. Ну, прикольно, кстати. Да, пишут. Компьютер крашт. В смысле, компьютер крашт или дота крашт, мне очень интересно выяснить. Что если бы он за новым компом куда-то поехал, или заказал там доставку где-то из розетки, то боюсь его... Им же нужен спонсор. Долго ждать будем. Да, да, они как бы намекают ещё раз. Роман Жабадёр. Круто, блин. Что там у нас по общей ценности пока? Посмотри. Как же перефармливает вицегейминг? Ну, они вообще отлично себя чувствуют. Нахис 4500. 4500, и у квапы 2300, да, а 5x2. Именно, то есть один Нахис уже перефармливает двух с половиной героев. Хаус Кайт 866, как так? А чё, даже двух, он... Это из-за того, что он вылетел? Что-что-что, хаус на этом? Общая ценность Хаус Кайта 866, у него Физы 1450 стоит. Ну да. Ну, наверное, из-за того, что вылетел. Наверное, вылетел, да. Не учитывается. На отказом. Как же они всё долго делают? Так вот, Китай. То есть, эти хотя бы долго не играют, они долго сидят. Игру не начинают, в игре долго тупят. О, кстати, сейчас я хотел одну штуку. Может быть, они ещё лот попросят? Там вообще какая-то херня творится. Да какой лот вообще, вы о чём? Кстати, теперь у утки 250, пенга. Передошёл он, пофиксил. Чё, Жень, так долго-то, а? Роман. Что именно? Повлияй на них. Там алхомору свою достать. Ой, я же подвела-то аккаунт, там сижу сейчас. Можно машнить вообще плотно. Гайс. Where is game? Можно просто за-е-женная тема. Я вот согласен. С Найксом? Да, вот. Плюс один. Правда, я не знаю, что он написал. Видимо, водка понимает, что он написал. Да, может быть. Там парень пишет. Это жаба нагружает мой мозг круче, чем Крайзис 3, мою видеокарту. Как тебе? Что-что? Чувак пишет, что жаба нагружает его мозг сильнее, чем Крайзис 3, его видеокарту. Ну так, это же жаба из Крайзиса, на которой там полигонов больше, чем во всей доте, наверное, вместе взяты. Та самая жаба. Ее портировали из Крайзиса. Теперь она пожирает доте 2. Вот тут, кстати, на сайте Virtus.pro снег в своем блоге пишет очень грамотную тему. Ну, по поводу того, что продавцы железа там вечно рассказывают, какие у них крутые девайсы, что у них самые быстрые, там, жесткие диски. Какая мне разница, какой у меня жесткий диск. Главное, чтобы он работал. И самая, вот, тоже там, вот эта фраза, которая там, как от наклона матрицы там будет что-то зависеть. Это мне сразу напомнило стунинг-дизайн видеокарта, да. Да, я до сих пор поражаюсь. Да, эти, да, со свечениями всякими. Не, ну вот я, например, купил новый комп. Да, он там красивый, все дела. Это понятно, это по дефолту. Но в нем нормальная начинка, потому что я сам выбирал, я сам все, типа, смотрел, все характеристики, все сравнивал. Я знаю, что там все нормально. Но знаю, так как сейчас продают, все вообще продают по таким ценам нереальным и такую фигню полнейшую. Типа, супер кнопочка там разгона на материнке. Да ее в жизни нажимало, наверное, человек пять из тех, кто купили вообще. И то, потому что случайно ее задевали. Да, нет, трое из того, что случайно задевали, и двое, потому что реально там купили, чтобы как-то побаловаться с этой кнопкой. Это как усталка было. Он играл-играл, играл, говорит, там, 40 FPS, лагает-влагает. И потом нашел на новости кнопочку трубы режима. 120 FPS, все шикарно. Вот, вот, вот. Ой-ой-ой, ты посмотри, как виспавтизеры копнули. Хорош. Трупик улетел. Трупик улетел. Догоняют. Ну, вряд ли они его догонят. Хаус-найтер, да... Почему нет? Сейчас пролетит Клопа, и можно Клопа убить. Можно убить всех. Ну, как сказать, можно убить всех. Можно поумирать еще всем, например. Ну, я бы лучше убил. Ну, это, кстати, хороший выбор, я считаю, правильно это сделал бы. Видите, убили Хаус-найтера. Кстати, и Фуриона убили. Фуриона, да. Как его там, Федрир до сих пор эвэдит Клопу. Вот, территориально. Ты посмотри вообще, что он вытворяет. Да лол! Залетает все-таки с Кремов Пэйн, да. Так, котел. Ну, котел там хорошо задувает, поэтому все понимают, что надо сваливать отсюда. Э, если бы погнали за Клопой, то там все бы и отъехали, наверное. Или бы убили Клопу и Котла. Нет, там, хотя у Котла второй иллюминейт, это же не четвертый. Ох уж, как мне нравятся эти анимации заторможенные, заторможенные, когда большой пинг. Баланар сразу к вопе в табло воидом заехал. Между Москвой и Киевом не так же много километров. Почему такая разница в пинге? Я тоже не знаю, кстати, почему. Это все твич виноват. Это все виноват твич, друзья. Да, если у вас где-то что-то лагает, это все твич. А также попробуйте поставить 720 без плюсика и зарепортите, нажав на ключик под стримом. Вот. Именно так. В общем, репортите твича, корабли твичам, да? Ну, кстати, можно найти, где у них там резиденция и нарисовать корабль. Сартстайл. Дота Восхир. Подписай. Я же представляю, знаешь, это новое поколение, как называют, граффитчиков. Да, да, да. Просто везде там бланара всяких там рисуют. Нет, так на самом деле, ну, как бы, арт, связанный с компьютерными играми, они вообще шедеврально порой выглядят. Нет, шедеврально выглядят, если у рисователя руки не из жопы. Это, да, да, это само собой, я подразумеваю как раз именно это, потому что если у рисователя руки из задницы, то... То хоть он тот рисует, хоть обнаженку, хоть комиксы, фигня. Хоть там черный квадрат Малевича, да, у него все равно фигово это будет получаться. Кстати, вот, насчет квадрата тут зря, тяжело заферить. Так, нападает на квапу, потратила на блин, что, сейчас Псайлос получит. Ай, выживает квапа! Посмотри, сейчас еще баланара поймают, это минус баланар. Баланар, ты уже не выживает, да, вытягивает его, минус баланар. Будут ли догонять? Есть просветка. Да, буду догонять, там 2 секунды до реалити рифта. Так, застанил, сейчас улетит. Куда он улетит? Ну, Висп, у него 12 секунд, типа, кончилось. Ну, Висп вот так, раз, смотри, ХТТ, получает, стяжечка, есть! Ииии, Висп прилетел снова. Слушай, как классно все делает Висп пока что. Да, но в это время Скорпион убил котла, и сейчас убивает Фуриона. Именно, зацарапал. О, Найкс, привет. Висп Тензер! Ульти, ульти, блин, дебил. Ну, вот, смотри, на себя будет херять, и... Ну, это да, это известная острота. Причем, Хаус Найт подумал, конечно, не по Висп, это хорошо, но пойду я лучше к Фонтану. А что, 300 хп с урны захерять, это же круто. Так, рун пока нету, рун и забирали совсем недавно. ХТТ пошел обратно по лесам, по чужим. Причем, вот, у Гондора, у Баунти Хантера, у него пока как-то дела кисленько обстоят, если честно. Общая стоимость при этом его выше, чем у Куапы. Да, но я имею в виду, что по сравнению, там, с тем же Найксом, с тем же Баланаром, он такой вообще не очень. Ну, у Баланара 400-ки разницы. Но зато артефакты красивее смотрятся в стэше. Есть такое дело. Вот, то есть это тоже влияет. Вот порой смотришь, знаешь, там, на Гондора, видишь, у него там 6 слотов какой-то фигни непонятной. И у Баланара там фейзы урна. Вроде стоимость одна и та же, но у Баланара красивее выглядит. В Ходни, когда играешь, в Мидвардс, там, тебе в конце ачивочки дают, например, там, за самые бесполезные шмотки, купленные в игре. Смотри, причем забегают сейчас два товарища, их прекрасно все видят. Ульта, стяжечка по Финлиру. Как он успел? Он вообще какой-то бешеный, слушай. Там же должно было застанеть. Очень хорошо играет Скорпион, но при этом он умирает. Так же забирает что-то демона и вгрызаются. Да тут сейчас во всех можно повгрызаться, хотя нет, остался пока тут один Найкс, вот сейчас воюет с Квапой, Висп. Висп сначала такой долго думал, потом вспомнил, блин, можно же не только в Хаос Найт и Тезериться. Да, так, сейчас у Виспа проблемы, надо ему Тезер сбросить и новый кинуть. Ого, вот это отлично, все сделал, ты посмотри. Ну, БХ на крыску забирает Фуриона, просто с Юрикена и сваливает. Ну вот БХ со своими треками вроде как бомжевал-бомжевал, а сейчас там клац 1200, уже неплохо. Ну все равно, мне кажется, что у Хаос Найт и есть шансы выиграть эту игру в соло. Ну, сейчас купить какой-нибудь армлет Тарасочку Манту, и его просто не остановят эти пятеро. Манту, Тарасочку-то денег надо много. А кто сказал, что будет легко? Не, ну конечно, ЦК с этими фейзами своими. Ну, вроде барабаны купил, там 1.16 теперь, я так сплю. Ну все равно фейзы как-то вот, ну даже криты не качают на одерочку. То есть, смысл-то от фейзов. Пегл бы просто с тапком. Тоже правда. Уже по сармлетам был почти. Вот, нам сейчас, у нас спрашивают, на турнирах мы играли? Ну ты играл, я знаю. Ну и ты вроде играл став капы там. Не, не, я в КС когда-то играл на чемпах, то есть я в доту мне не довелось играть. Не, в доту, кстати, мы выигрывали с командой вроде бы этот... На топе, на топе, Роман. КПИшный чемп какой-то. А почему Фурион сбил ТП? Ну, в любом случае он улетает. Да, и вот вопрос, будут ли они теперь убивать Найкса. У них 2 секунды есть, думаю нет. Ха-ха, забавно получилось. So slow. Левая руля. Вот спрашивает, Каспер, что ты думаешь о рекламируемом NAVY Alienware MX-17? Я за такие бабки могу себе такой стационарный ПК купить. И по весу он, кстати, не будет уступать Alienware MX-17. То есть весить они будут примерно одинаково при всем при этом. Ну, это очень важно для компа, сколько он весит. Для ноутбука это важно. Причем Alienware, походу, не заморачиваются над этим. То есть у них такое свойство. Просто чемодан с железом. Причем с железа, вот в буквальной форме. Смотри, сейчас тут пока у нас небольшая драка. Висп. Висп! Нет, Висп умер. Жаль, жаль его, очень жаль. Все меточка. То есть Снайкс просто бежит. С лишним моспидом. Человой, свои барабаны есть. Фейзы. То есть она очень быстро бегает. И вот на котла забегает. Будет ли убивать? Да будут туда денутся. Ну, видимо нет. А ты видел вообще, какие кусища отлетали? Да, но он его не убил. И не поспоришь, Фиди. А тут, кстати, 400 осталось до гос. скипетра. И по-прощему будет играть. Так, ну и что у нас тут? Блин, я завтыкал. Я не взял геймпад на работу, слушай. Это провал. Сейчас выдвигал курсар. Не, я бы сейчас сидел там в Бэтмена какого-то пошпили. В перерыве между матчами. Или в КС. Не, я вообще не знаю, как можно в шутеры играть на геймпаде. Я даже прошел пару. Причем, знаешь, я вот поиграв на геймпаде, там в ДМЦ или в Бэтмен, реально понял, что это типа сложные игры. Потому что даже когда уже привык к управлению, все равно тяжело. Кстати, в Dark Souls очень легко играть на клавиатуре. Смотри, тут нашли сейчас бедный котел. Он просто с двух ударов умирает. Это так не должно быть. Это несправедливо. ВДК. ВДК улетает. Три, две, одна секунды. Как же его хочет убить Найкса? Нет, он все-таки умер. Да, и Фурион тоже умрет. Тут все поумирают сейчас. Ну, это 2-0, скорее всего. Опять же, они всех, абсолютно всех, убили под меткой. То есть, снова куча денег, и вот общая ценность Найкса уже 9 тысяч. Так, Найкса это еще такое, там Баунти Хантер уже тоже 5,5 тысячи. Смотри, смотри, потратил. А что это было, объясни. Он, видимо, хотел успеть дать стан и убить его с крита. С одного. Да, смотри, сейчас будет секунда, секунда до замедления. Так, все, он с Госкипетром выживет. Вот, блин. Ну там Шедо рядом. Или не выживет. Или не выживет. Тут да, Шедо Демон очень быстро разобрался с этим товарищем. Если я правильно помню, то его ульта снимает Госкипетра. Как и, собственно, эффекты рун. Так, что там, просят показать Крипстатс? Так Крипстатс тут не особо решает. Причем Крипстатс тут реально очень вяленький. Ну, как для 20 минуты там. Они же дерутся постоянно. Да, тут постоянные драки. По деньгам мы видим, тут у нас была большая пауза. Но сейчас вроде как все более-менее. Что я хотел показать еще? А, я хотел посмотреть ГПМ. Вот ГПМ более решает. В любом случае, даже при 100 Крипах за 20 минут, у Найкса вот 550 ГПМ. Это очень классно. Ну, на СФ у него было побольше. Так на СФ он и фармил, и убивал. Вот в чем дело. То есть там... А тут он просто убивает. Фармить у него пока не получается. Причем там он фармит, даже когда все ливнули. Ха-ха, так. Все поливали. Пацан обузил себе ГПМчик. Чувак, это ГПМчик. Пишет, стационарный это одно. Ноут хоть и тяжелый, всяко мобильнее. Слушайте, ну, я понимаю, да, что это типа бред там таскать с собой стационарный ПК. Но тяжелый ноут это нифига не мобильно. Вы больше будете мучаться с этими сумками. У вас постоянно будет там все болеть после этих сумок. Плечи уставать. Есть такое дело. И раньше же таскали эти компы. Собираешься куда-нибудь на ночь в три компа. Задача ноутбука быть в... Ну, какая у него, не знаю, чтобы ты в пути мог где-то сесть, расслабиться, там, поработать, например. Да, это удобнее, чем планшет. Работать ноутбук, это вроде понятно и ежу, потому что там клавиатура, все дела. А в планшетках, по мне, вообще, в поездках фильмы смотреть самое классное. Да, там игрушки подшпилить какие-то. Может быть, там ВКонтакте посидеть, если Wi-Fi где-то есть. Вернемся к доте. По работе вообще не айс. Тарашан-то упал, это понятно. А тут уже все, ГГ. Эти релемин отъезжаются еще там 2-0, я думаю. Мы за них болели, но... Просто надо делать себе БКБ. Учитывая, что у Найкса, у Баланара и у... Гондор очень много дэмэджа с руки, БКБ его хрен спасет. Это интересное, кстати, решение вот такое. Это вот у них вторая игра такая фигня. То есть, собери дэмэдж, хоть что-то будешь делать. Ну, он делает БКБ и умирает с пары тысячек. Но БКБ же 24 урона дает. Не, ну это реально круто. А Дизоль 60. А Баттлфури 60. А МКБ 24. Вот, и попробую поспорить с тем, что БКБ дает 24 урона. Ну, мало. Это уже другое. Сейчас видим, тут забирают у нас Фуриона. Учитывая, что противника всего 2 каста нормальных, которые тебя могут замедлить как-то. То есть, он может трогать на Скорпиона, и его просто никто не будет, кроме как с Руки, дэмэдж сносить. Трогать. Вот спрашивают у тебя, стоит ли Dark Souls покупать? Я не играл, я не знаю. Я бы сказал, стоит. Очень приятно играю. Там смерти офигенно вписано в саму игру. То есть, ты идешь, там какой-нибудь здоровенный скелет, и ты понимаешь, что ты его не убьешь вообще никак. И даешь по пяткам. Вот сейчас вот, например, что это был за ганг на Найкса, я немного не понял. Мне кажется, он плевал. Залетил Висп с Хаус Найтом, побили Найкса, и улетели. Ну, то есть, как бы... Потеряв двоих. Ну, да-да-да. Все нормально. Так, план перехват, давай, смотри. О, вот он. Причем, Найкса, а Эггис, ему вообще плевать на все дела. Ну, как бы да. Ну, да. Прикольно. За тебя мог речь нажать и убить их еще. Да мог, я не знаю, что он не прожал. Вот сейчас смотрим Баланар рядышком. БКБ, вот оно для чего. Вау. И Найкс. Это чтобы Найкс не пылся, какую иллюзию бить. Вот так вот, да? Смотри, как четко БКБ сработало в данной ситуации. Еще и минус Висп. Деревья от Фуриона. Но это хоть не по антимагу деревья, и то хорошо. Квапа, квапа, хорошо, задувает. Есть минус Найт Сталкер. Гонят у нас Т-утку. Т-утка умирает. И... Ну, то что только квапа и шарит, как там играть. Ну, напрашивается, да, такое мнение, что... Квапа, вроде как, более-менее все делает. Она хотя бы не фидит по кулдауну. Хотя нет, стоп, у них мало кто умирает по кулдауну, кроме Фуриона. Я зря на них гоню. Смотри, как... Просто лицом сломал деревья, что у демона. За ВДВ? Включил бобра, прогрызли дорогу. Но не смог поймать квапу. Квапа. Квапы, кстати, тоже такой скудненький запас. Да вообще все очень печально. Сейчас если включить Нетворс, уже три героя команды ВИЧ Гейминг впереди. По общей стоимости айтемов, которые у них есть. Понятно, что Найкс там вообще вне конкуренции со своими 13 тысячами. Тараска, раз, два, три. Три удара нет виспа. Вот перевез уже в 15 тысяч. 15. На 23 минуте. Это очень много. А, и паупы тут там еще семнашка. Я считаю, нужно еще поформить. Вот пока 25 не будет, хотя бы. Я бы закончил. Нет, нет, нет. Ты не разбираешься в китайской доте. Так они китайцы же. Кто? Ну, одни китайцы. Ну, а вторые-то нет. Ну, а это же не вторые фармят полчаса, так что... А, да. Извини. Видишь, что это я? Все продумано, все продумано. Баланар еще там бегает за ты уткой. Причем вот Фуриону ему вообще самое досадное. Он куда не прилетит, к нему быстро все добегут. Баланар быстрый. Там Баунти Хантер вообще черт знает, где он лазит. Он может и на лайне прям стоять ждать. Так что особо никуда не улетишь. Вообще, с таким перевесом я бы пошел и закончил. Минус котел. Год лайк. Опен лаунс через 5 секунд. Но за 5 секунд там все поразбегаться успеют. Начинаю отгрызть барак. Точнее не барак, а тавер. Тавер. Сзади обходить собрался. Хаус Найт. Я думаю, у него не очень пойдет. Ооо, боюсь. Нет, смотри, БКБ, все нормально. Смотри, вот он нажал БКБ. Это единственный каст, уже про него проюзали. Погоди, погоди, погоди. Там сейчас все будет. Я что-то не понимаю. Сейчас будет камбэк. Подожди, не мешай играть профессионалам. Смотри. Т-утка. Один удар. Ну, хорошо, Сюрикен сбил. Два, три. Все, минус квапа. Знаешь, я этих профессионалов видел? В Аматорке у нас? На дне. На дне. То есть это хуже, чем наша Аматорка. Это хуже. В Аматорке реально сильнее играют. Ну, я бы так не утверждал по поводу всех. Ну, и один Найкс их не может обыграть. А здесь он изи что-то делает. Реально, тут Найкс, мне кажется, сейчас может и там против троих, против четверых повоевать. ГГ пишет команда Релимин. 26 минут, привет, Китай. Да, очень быстро закончилась эта игра. Что, счет 2-0. Ведь Гейминг одержали победу. И Найкс фармит. Да, и Найкс фармит. Ну, а мы, наверное, уходим на... Здоровенную паузу. Перерыв, да, до вечера, аж до самого. Игра в 7 часов по Киеву. Это в 6 часов ЦЭТ. И в 8, получается, по Москве. В 9, в 9, да. 6 часов ЦЭТ. Это 7 у нас. И 9 по Москве, да. 9 по Москве. Первая игра сегодняшнего дня в рамках турнира Ритмикс. Дотарашин Лиг. Да, вот РДЛ. Короче, будет игра у нас Ликвид против Фнатик. После которой Рокскиз против Дигнитас. Вот так. 2-3 игры у нас еще на сегодня запланировано. Так что никуда не девайтесь. Стрим, наверное, мы сейчас потушим. После этой игры. И я пойду шпилить, наверное. Вот так вот. Да, шпили. Давай, удачи. Вот так, все. Так, давайте тогда, друзья. Всем до связи. Никуда не пропадайте. Вечером еще услышимся.